Грузия вышла на мировую арену. Флаг Евросоюза стал ярким символом протеста. Он был везде во время демонстрации против так называемого закона об иностранных агентах. Он символизирует курс на сближение с Россией и отдаление от ЕС. Особенно молодое поколение хочет предотвратить это любой ценой. Недавно полученный страной статус кандидата в члены ЕС дал грузинам новую надежду. «Мы давно следим за протестами против спорного закона о прозрачности иностранного влияния. Законопроект уже принят, но сопротивление продолжается. Майя Бараташвили по-прежнему участвует в протестах. Мы встретились с художницей год спустя». «Вот эти стены мы пытаемся пробить каждый день. Советские, прочные, металлические ворота. И они добавили несколько дополнительных конструкций во время демонстрации, потому что не чувствуют себя здесь в безопасности. Я Майя Бараташвили, художница из Грузии. Годами правительство пыталось отговорить грузинский народ от его главной цели – желания вступить в Европейский Союз». «Прошлогодние протесты были успешными, потому что правительству пришлось отозвать закон. Но в итоге нас предали». «Мы находимся возле парламента Грузии. Это наше любимое место, которое я вообще-то ненавижу». «Пророссийское правительство Грузии собирается принять закон об иностранных агентах, согласно которому все нежелательные элементы могут быть обвинены в том, что находятся под иностранным влиянием. Такой же закон был принят в России 12 лет назад. Поэтому мы против». «Ирония заключается в том, что этот так называемый закон о прозрачности не распространяется на российское влияние в Грузии. Итак, это Россия, вот это огромная штука». «А это Грузия». «А тут?» «Я сама начала делать наклейки, и каждый раз, когда я подхожу к своей машине, появляются новые наклейки, как эта». «Вступление в ЕС станет заметным щитом против агрессии со стороны России, которая является нашим историческим и нынешним врагом». «В декабре 2023 года мы получили статус кандидатов в члены ЕС, что стало поводом для большого праздника, так как мы стремимся в ЕС уже более 30 лет». «Принятие этого закона об иноагентах, как заявили наши зарубежные союзники, станет огромным препятствием на пути Грузии к членству в ЕС». «У меня сын подросток, и он тоже ходит на протесты». «Я хочу больше путешествовать, а еще я хочу быть свободным в своей стране». «И как это было, участвовать в демонстрации? Расскажи, это интересно». «В прошлом году я принес свиную голову к зданию парламента, и некоторые новостные каналы тоже об этом говорили. Я положил ее рядом с полицейским, и они сфотографировали меня. Я просто сбежал оттуда, думал, что оторвался от них, но они схватили меня у моего дома. Проверили мою сумку и все такое. Я имею в виду, нет такого закона, который запрещал бы выставлять свиную голову перед парламентом или что-то в этом роде. Мы выиграем эту битву. Важно не сдаваться, это ключевой момент». «Это пасхальные яйца, керамические яйца, которые я расписала совсем недавно. На них написано «Нет российскому закону». «Так что надежда – это самая важная составляющая, я думаю. Но в этой напряженной ситуации мы должны не только полагаться на надежду, но и больше действовать». «Я не хочу, чтобы мои дети росли в России. В конце концов, мы окажемся в Европе. Шаг за шагом. Я верю в это и в этом не сомневаюсь». «Я не хочу жить в России. Эта земля не для России». «Мы не хотим тут Россию. Мы знаем цену свободы. В ходе независимости. Мы будем бороться за нее вечно. Мы грузины, и мы бойцы». «Я несколько раз была в Грузии, и нынешняя ситуация меня беспокоит, потому что она напоминает мне о борьбе Украины за сближение с ЕС и о том, как жестоко Россия до сих пор пытается подавить эту борьбу». «Меня зовут Белла Хадарцева. Я культурный менеджер из Украины». «Харьков на северо-востоке Украины сейчас подвергается массированным ракетным обстрелам. Российские войска пытаются захватить город. В Харькове и в других городах украинцы надеются на поставки систем ПВО и военную помощь от Евросоюза». «Украина получила статус кандидата в члены ЕС наряду с Грузией и Молдовой. Некоторые жители Украины теперь разочарованы постоянными колебаниями Европы». «Сюда, сюда, сюда!» «Сначала широкомасштабного вторжения работа всех журналистов изменилась, потому что никто из коллег не планировал быть военным журналистом. Меня зовут Виктор Пичугин. Я журналист и директор по развитию медиагруппы «Накипело». Мне хотелось бы, чтобы Европа была решительнее, потому что каждый раз в голове многих европейских политиков возникают какие-то красные линии в контексте помощи Украине». «Потому что каждый день, когда нам не поставляют какое-то вооружение, это, к сожалению, жизни как мирных гражданских людей, так и украинских военнослужащих». «Мирных цивильных людей, так и украинских военнослужащих». «Мы должны продолжать работать. Мы должны отправляться туда, где упали ракеты, и документировать преступления, совершенные российской армией. Потому что это преступления. Они стреляют по мирным жителям и гражданским зданиям». «Медиагруппе «Накипело» уже 10 лет». «Мы переехали сюда в 22-м году, потому что считаем это место безопасным. Это такой цокольный этаж». «Наш прежний офис был полностью разрушен. По Харькову сегодня ударили три раза. Слышите? Воздушная тревога». «Главная задача – не быть убитым от прилета». «Меня зовут Игорь Лептугов. Накипело я фотограф, оператор и иногда монтажер». «Мы прибыли на место ракетного прилета, к жилому дому. Это были управляемые авиабомбы. Посмотрим, насколько велики разрушения, есть ли жертвы». «Я понимаю, что Европа, возможно, немного устала от всех этих плохих новостей, потому что… Да мы и сами устали. Долго следить за ходом войны в чужой стране сложно». «Я не вижу усталости от новостей о войне в таких странах, как Эстония, Латвия и Литва. Они понимают, что будут следующими, кто пострадает, если Украина проиграет. Они помогают Украине чем угодно». «Нам нужно как можно больше помощи, потому что вряд ли Россия остановится после Украины». «Харьков жив, несмотря на обстрелы. Мне кажется, это своего рода упорство. Люди просто не сдаются, не уезжают. Они остаются здесь. Город дышит». «Тут для меня показовым был тот факт, что место дыхает». «Когда для украинцев был введен безвизовый режим, я впервые отправилась в Евросоюз автостопом. Мне было 18, я была очень воодушевлена и впечатлена. Идея открытых границ уникальна. Многие люди в Украине представляют себе ЕС волшебным местом, где все идет гладко и без каких-либо усилий. Нужно только стать его частью, и все проблемы исчезнут. Но финансовый кризис, который особенно сильно ударил по Греции в 2010 году, показывает, что это далеко не так. Жесткие меры экономии были навязаны стране, комиссии Евросоюза, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом. Внезапно членство в ЕС стало ассоциироваться не с возможностями, а с тревогой и стыдом. Белла Хадид купила эти брюки в магазине в Нью-Йорке, а потом начала носить их, и они стали бестселлером. Я один из основателей компании Serapis. Это одновременно и арт-коллектив, и модный лейбл, базирующийся в Афинах, в Греции. Поэтому я предпочитаю не показывать свое лицо, потому что мы стараемся сохранить анонимность Serapis. Это гибридная открытая структура с разными людьми, которые вносят свой вклад в развитие концепции. На протяжении всего кризиса в Греции звучало недовольство как ЕС, так и Германии, тем, что ЕС противодействует греческой экономике, находящейся в кризисе. Мы основали Serapis в 2014 году и начали работать в разгар кризиса, в основном в Греции. Тогда возникла экономика обмена. В течение нескольких лет люди находили способы создавать вещи без денег, просто помогая друг другу. Так появился другой способ мышления в искусстве. Когда вначале Грецию изображали ленивой страной, чья экономика получает выгоду от чужих денег, это очень раздражало и злило. Серапис очень сильно связан с темой морского мира, а также с коммерцией и торговлей. Мы делаем много вещей из переработанного нейлона, полученного из рыболовных сетей. Это сетчатая ткань, с которой сделаны наши рубашки, когда-то была рыболовной сетью в море. Мне кажется, что Грецию и другие страны юга не слышат. Они не представлены в равной степени с другими. Существует давление, которое не всегда оправдано, и которое выгодно для одних стран, но крайне невыгодно для других. Я бы хотел, чтобы это изменилось. Проще всего сказать, что, знаете ли, вы получаете кредиты, не выплачиваете их, поэтому недостаточно работаете, чтобы их выплатить. Это очень странно звучит, потому что люди в Греции работают до упаду. Это Михалис. Это Георгас. Мы из Афин, и мы актеры. Сейчас играем в Национальном театре пьесу под названием «Потерянное поколение», которая рассказывает о поколении миллениалов. И с какими проблемами они сталкиваются? Я начал служить в театре в 2020 году. А я в 2012 году, в самый разгар кризиса. Поначалу это было облегчением. Быть артистом в Греции означало постоянно находиться в кризисе. Тебе не платили за отработанные часы, не платили за репетиции. Денег было очень мало. Поэтому в самом начале, когда вся страна оказалась в кризисе, я подумал, окей, теперь мы все в одной лодке. Европейский Союз и Греция ничему не научились за время предыдущего кризиса. Они готовы повторять те же ошибки. Структурного решения проблем не было. Это было просто быстрое решение для преодоления созданного образа проблемы. Но не самой проблемы. Они пытались внедрить в Греции меры жесткой экономии, чтобы достичь определенных целей, но делали это, игнорируя социальные проблемы Греции. Их интересовало только то, как правильно выставить цифры. В футболе, например, говорят, что ваша команда настолько хороша, насколько хорош ее самый слабый игрок. Поэтому я думаю, что это должно стать девизом Евросоюза. Вы видите, какие слабые стороны у вас есть. И все принимают этого внимания, чтобы усилить весь союз. Мы должны найти способ жить вместе, если мы хотим жить вместе. Нам нужно найти систему, которая будет работать для всех, а не только для некоторых экономик. Для некоторых экономик. Сейчас мы находимся в Национальном театре Греции. И мы собираемся в последний раз в этом году показать спектакль «Потерянное поколение». Давайте все поприветствуем ребят из арты. Пожалуйста, будьте с ними помягче и отвечайте на все их вопросы. Спасибо. Я думаю, это основа нашей идентичности. Финансовый кризис, который никогда не заканчивался здесь, в Греции. Он изменил наше мышление. То есть, как мы мечтаем, как мы работаем, как мы хотим работать ради лучшего будущего. Этот страх за экономическое выживание также изменил наше политическое мышление. Нам легче представить себе дистопию, а не счастливый и солидарный мир. Это мир, который является дистопией, а не мир, который является очень счастливым. Это мир, который является очень связанным и солидарным. В каком-то смысле мы чувствуем, что принадлежим к потерянному поколению. Мы не принимаем это полностью, потому что если мы это сделаем, то, по сути, перестанем бороться. Итак, мы находимся в Пирейском порту. Нас очень интересуют такие примеры утраченного процветания. Сейчас мы отправимся в плавучий музей Хелос-Либерти, посвященный судам Либерти, которые подарили Греции в рамках плана Маршалла после Второй мировой войны для восстановления рухнувшего греческого судоходства. У нас всё ещё есть навязанные нам меры, которым страна обязана следовать. По-прежнему существует план приватизации множества госкомпаний. Так было с энергетической компанией, с железнодорожной компанией, с телекоммуникационной компанией. В долгосрочной перспективе это очень вредно для греческой экономики. Вместо того, чтобы попытаться сделать эти структуры более жизнеспособными, функциональными и выгодными для всех, я думаю, что если ЕС продолжит функционировать так, как он функционирует сейчас и не изменит свой план или свою структуру в сторону юга, Греция или, по крайней мере, южные страны не должны оставаться в нём. Согласно статистике, Греция вернулась на путь экономического успеха, но у многих осталась травма. Сколько существует ЕС, столько существуют люди, сомневающиеся в его идее. Почти в каждой стране есть партия, которая критикует ЕС. Популистским партиям выгодны недовольства и ощущения граждан, что к ним относятся как к людям второго сорта. Так было и в Румынии. Ультра-националистическая партия Альянс за объединение Румын представляет себя внесистемной партией и может занять первое место на выборах в Европарламент. Она популярна среди молодёжи. Я пришла в политику вместе с АОР, потому что считаю их цели очень важными. Эта партия приветствует и поддерживает молодых людей. Я Мария Хонгу, кикбоксер и тренер по кикбоксингу. Я также активно занимаюсь политикой. У меня было классическое детство в деревне, школа, работа в саду, работа в поле. Так вы не будете голосовать? Да потому что ни одна партия не прислушивается к нам, молодым людям. Вообще никак. Ни одна партия не делает ничего ни для детей, ни для молодёжи или молодых людей в целом. Я думаю, что люди старшего поколения всегда будут оставаться у власти. Они слишком хорошо связаны между собой, слишком сильны, чтобы современная молодёжь могла хоть что-то изменить. Европейская мечта, которую нам обещали, это равенство, братство и свобода. Но у нас этого нет. Мы не равны. В Германии, Италии, Англии люди пьют даже другую колу. Не такую, как в Румынии. Цена та же, а сам продукт у нас хуже. Альянс за объединение Румын – это партия, возникшая на фоне пандемии. Это партия для людей, которые не верили в пандемию, в те сумасшедшие меры, которые нам тогда навязывали. Мы только сейчас понимаем, что означает для нас ЕС и как мы можем его использовать. Альянс за объединение Румын просто занимается поверхностным популизмом. В них нет ни программы, ни намерения что-либо сделать. Они просто говорят – в Румынии все плохо, а мы сделаем лучше. Я Сильвию Истрата, известный как Сильвию Фаяр. Я создатель контента. Мы находимся в моей домашней студии. По данным опроса, если бы выборы в ЕС состоялись в ближайшее воскресенье, АОР получила бы больше всего голосов среди тех, кому от 18 до 35 лет. Их мнение, мягко говоря, странное. Я начал снимать видео об АОР по двум причинам. Очень забавно наблюдать за тем, как они ведут себя в Брюсселе. Кроме того, есть опасность, что на первый план выйдут члены партии, которые недавно распространяли ультраправую риторику, а теперь хотят это скрыть. Как и многие другие, я рос в 90-е и 2000-е годы. Относительно высокий уровень бедности и страх потерять работу. Страх, что родители уедут за границу и оставят тебя одного. Мы находимся в моем баре. Теория. Я думаю, что успех АОР имеет мало общего с идеологией молодых людей. А скорее с тем, что никто не обращается к людям моложе 35 лет. Действительно никто. АОР публикует сообщения в соцсетях каждый день. Это почти как спам. Цены в Румынии такие же, как в Западной Европе, но зарплаты гораздо, гораздо ниже. Не проходит и дня без коррупционного скандала с участием депутата парламента, чиновника или мэра. Очевидно, что доверия к этим госинститутам практически нет. Я бы хотел, чтобы Евросоюз поставил точку в вопросе о коррупции в Румынии. Молодые люди доверяют Европарламенту и другим институтам ЕС больше, чем местному парламенту и правительству. Я больше не член АОР, потому что на местном уровне было решено, что я слишком молода. У меня, как у молодой женщины, нет шансов стать мэром своего родного города. Поэтому я решила выйти из партии, теперь иду другим путем. В стране с глубоко коррумпированным политическим классом одни и те же люди находятся у власти уже 30 лет. Легко быть внесистемной партией. Пять лет назад либеральная партия «Союз спасения Румынии» добилась успеха. Теперь она уже не враг, а часть системы. Теперь новые люди приходят и представляют себя как истинных, настоящих спасителей Румынии. Я не верю в эту ультраконсервативную, ультра-националистическую волну. Тот, кто голосует за АОР сейчас в возрасте 18 лет, не будет голосовать за них, когда ему будет 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова